Доброго дня, меня зовут Александр Гончар, и я занимаюсь управлением проектами в компании 2Consulting по внедрению системы бизнес-аналитики ClickView. Большинство клиентов используют систему для анализа продаж, производства, запасов, поставок, но без использования VMS-системы. Мы пошли чуть-чуть дальше и хотели показать, как можно использовать аналитику VMS, так как что дает ClickView, это когда вы вкладываете очень большие ресурсы во внедрение любой учетной системы, кассовых систем, ситуатских систем. Для того, чтобы этим эффективно пользоваться, должен быть простой инструмент для отображения результатов и анализа. Как это можно быстро и просто делать, мы покажем сейчас на примере демо-приложения. Система ClickView является американской разработкой. Мы являемся партнерами по внедрению в Белоруссию. Позже можем рассказать о проектах, кому будет интересно, а пока кратко пробежимся по функционалу. В первую очередь, что можно видеть на данном экране, это просто KPI-панель для руководителя, ключевые показатели эффективности, такие как загрузка. Рассчитывается по временным периодам, по годам, там, седьмой, восьмой год, два года вместе. Итоговый коэффициент загрузки персонала мы берем рабочее время и время, какой процент времени из рабочего выполнялись какие-либо складские операции. Видим детализированную статистику по сотрудникам, всего часов, часов работы, процент занятости и процент простой. Если этот процент выше какой-либо нормы, мы выделяем его цветом, например, здесь красным. Также видим тенденцию динамики загрузки нашего персонала по временным периодам. В любой момент мы можем выбрать один определенный год одного или двух сотрудников. Или, например, меня интересовал сотрудник, у которого итоговая загрузка была 26%. Можем быстро выбрать этого сотрудника и увидеть динамику в загрузке, когда насколько эффективно он работал в течение 2007 года или 2008 года. Ну, например, на графике видим постоянное снижение загрузки в 2008 году. Далее можно идти, смотреть, какие операции он выполнял, какие операции занимаются. У него основной промежуток времени, как эти операции сравнимы с операциями других сотрудников. Но здесь мы говорим именно о КПИ-панели для руководителя. Следующий пример анализа, который может быть в примере складов, подразделений компании, либо бригады и сотрудникам, это по временным периодам. То есть мне интересует первый квартал, по месяцам. Видим количество заказов, которые были выполнены с каждого склада, и количество заказов, которые были завершены вовремя. Таким образом, мы видим, если у нас есть нормативы определенной отгрузки, за сколько наши сотрудники справляются с выполненными задачами. Где, возможно, нужно изменить этот алгоритм, где, возможно, нужно изменить сотрудников. Также есть еще более детальное приложение по анализу работы персонала. Здесь мы видим следующие вещи на первой вкладке, которая оказывает ООО ключевых показателях эффективности. Первое – это показатель, какой процент заказов мы выполняем невовремя. Временной период можно выбирать динамически, в зависимости от этого моментально все пересчитывается. Также видим, какое среднее время у нас было ожидания между получением заказа и началом его выполнения. Видим общее количество операций по типам, а также какова у нас тенденция количества операций и среднее время на выполнение операций. Здесь мы видим пример, когда работа склада увеличивается в количестве операций, становится больше отгрузок операций по перемещению и смотрим, падает ли у нас эффективность сотрудников. Среднее время операции. Видим, что со временем, наоборот, несмотря на то, что количество операций у вас растет, среднее время, затраченное на операцию, сокращается. При расположении товаров, возможно, вам было бы интересно знать, какие товары наиболее часто заказывают с каким, и видеть это оперативно, как это меняется, период от периода, как ситуация на данном моменте. Для этого вы просто выбираете определенные товары, которые вас больше всего интересуют, могут быть это топовые товары. Видите, какие товары с этим чаще всего попадают в один совместный заказ и количество совпадений, а также же среднее количество единиц, которое было в этом заказе. RFM-анализ позволяет вам определить, как давно не было операций по какому-либо из товара, то есть какие товары, возможно, слишком давно лежат без движения. Дальше необходимо анализировать, почему это произошло. И выбираем, допустим, 2011 год, и проводим совместный АБЦ и анализ по второму фактору. Это можно делать по товарам, группам, подгруппам товаров, либо топ-артикул. С вами мы выбрали 2011 год, первый квартал. Видим отсортированные товары по количеству отгруженных единиц. Видим долю этих товаров, какой процент в ранге АБЦ они занимают. То есть первая группа А – это товары, которые делают у нас примерно 40-50% отгрузки. Дальше идет группа Б. И дальше у нас идет группа С. Второй фактор, который мы анализируем здесь, это не только общее количество отгрузок, которое было, но и частота отгрузок. То есть у нас были отгрузки 1-2, но по 100 единиц, либо было 10 отгрузок по 3-4 единицы. Это важно для понятия того, как близко расположить товар к наиболее проходным местам. Здесь видим фактор ФРМ и частоту отгрузок. Если она ниже или выше какой-то нормы, мы, возможно, должны это проанализировать и принять решение о перемещении товара. Например, у нас есть товар, который 8-й в ранге по отгрузке, но частота отгрузок у него только 96 документов. В то же время у нас есть товар, который идет далеко после него, например, 17-й, но по данному товару было 137 отгрузок. То есть его отгружали в полтора раза чаще практически.